Наступил новый 2022 год и вроде бы с новогодними видео можно заканчивать и пришло время какого-нибудь Роберта Де Ниро или Дэниела Дэй Льюиса. То есть такая признанная пища для ума, а не вот это вот. Но было бы странно начинать год с чего-то настолько сурового. После праздника еще не все успели отойти и стало быть самое время вернуться в те дни, когда трава была еще зеленее и казалось, что в 2022 то все будет получше. Некоторые фильмы больших звезд далекого прошлого я намеренно обходил вниманием, чтобы когда-нибудь потом они могли пригодиться. И сегодня в тот самый день, когда не хватает веры в светлое будущее, хотелось бы вспомнить как раз об этих фильмах. Не все они успешны в кассовом плане. Кому-то откровенно не повезло со временем выхода, кому-то не хватило рекламной поддержки. Но у кого-то звезды встали не так как надо. Однако есть и счастливчики, успеху которых в те годы завидовали почти все. Ленты эти были не настолько успешны, как Майкл Бэйли и Леонардо Ди Каприо. Но много денег толстым продюсерам приносили и они. Боевик Слепая Ярость попал в кинотеатры в 1989 году. Предполагалось, что он станет началом целой трилогии. Но помешало этому одно банальное обстоятельство. Идея ремейка японского фильма огонь в глазах самурая пришла в голову Тиму Мэттисону. Актер Тим Мэттисон хотел поработать талантливым продюсером и обратился за советом к своему старому знакомому сценаристу Чарльзу Карнеру. И Карнер представил Мэттисона продюсеру Дэниелу Гроднику. Сам Мэттисон никогда звездой не был, но часто мелькал в больших фильмах на втором плане, вроде «Зверинца» или «1941». Так что Гродник предложил ему сделку. Мэттисон приносит Гроднику идею фильма и если она его устроит, то Мэттисон поработает на этом фильме продюсером. И Мэттисон предложил сделать американский вариант огня в глазах самурая. В итоге, правда, «Слепая ярость» базировалась на целой серии фильмов и сериалов за Таичи. Рутгер Хавер попал в фильм случайно. Многие большие звезды отказывались сниматься в «Слепой ярости». А бюджет фильма постоянно сдувался. И в конце концов авторы решили обратиться к узнаваемым актерам помельче, но считающимися большими талантами. По словам Рутгера Хавера, съемки в «Слепой ярости» были одними из самых сложных в его карьере. Он несколько месяцев ходил на различные тренировки, где ему объясняли, как наиболее эффектно размахивать саблей. В перерывах между этим делом он общался со слепым парнем, который помогал ему лучше понимать своего героя. Но когда стартовали съемки, на площадке оказался актер Сио Касуги, который, заметив невероятный уровень Рутгера в обращении с мячом, сообщил, что это никуда не годится, если они не собираются снимать шоу Бенни Хилла. Хотя Хавер и пытался рассказать о том, что у его учителей были различные дипломы, продюсеры прислушались к Касуге и заставили Хавера все свободное от съемок время практиковаться под присмотром настоящего профессионала. Однако Рутгер ни о чем не жалеет. По его утверждению, он отлично провел время, хотя несколько раз его от верной смерти и спасло только умение быстро молиться. Режиссером фильма стал Филипп Нойз, которого к проекту подтянули после успеха Мертвого Штиля. Хотя с прокатом у слепой ярости не заладится, карьера режиссера пойдет в гору. И позднее он снимет Игры Патриотов, Прямую явную угрозу, Власть страха и Солд. Съемки у ленты прошли штатно, и основная часть проблем на нее свалилась уже на этапе постпродакшена. Возникли они не из-за тестовых показов. Все черновые материалы, отправлявшиеся на ознакомление к тестовой аудитории, встречали отлично. Так что создатели фильма еще на этапе съемок придумали идею для сиквела, и студия одобрила черновой вариант сценария. Именно из-за предполагаемого сиквела авторы решили в финале слепой ярости отправить героя Рутгера Хавера в путешествие, а не оставить с друзьями, как это предполагалось изначально. А основные проблемы подъехали из-за рейтинговой комиссии. Фильму отказывались дать стандартный взрослый рейтинг, из-за чего многие эпизоды фильма подверглись сильной цензуре. Пару эпизодов из ленты пришлось и вовсе удалить. Зритель, познакомившийся с фильмом уже после выхода слепой ярости на видео, оказался в более выгодном положении. Большую часть вырезанного материала вернули. Но вряд ли в прокате фильм провалился именно из-за этого. Здесь скорее вина рекламной кампании, отсутствие звездного лица на постере и не самая удачная дата выхода. В прокат слепая ярость попала в один день с голубой сталью, которая стартовала гораздо увереннее. И главное, зритель все еще бежал на лежавшего в коме Стивена Сигала, который подмял под себя всю экшен-ориентированную аудиторию. При бюджете в 10 миллионов слепая ярость взяла в прокате всего 3 миллиона долларов. Все наверное сталкивались с заявлениями о том, что наш народ не избалованный голливудскими фильмами. Очень сильно в начале 90-х любил смотреть разный мусор. Вот мол на западе все смотрели и восторгались крестным отцом или славными парнями. А у нас все фанатели по ловким ударам с разворота. Доля правды в этом есть, но лишь в тех случаях, когда речь идет о фильмах Оливье или какого-нибудь Гэри Дэниелса. Когда же какой-нибудь специалист в своем утверждении присоединяет к ним в качестве доказательной базы Стивена Сигала или Франсуа, все становится немного иначе. Ведь мировой прокат их фильмы рвали куда эффектнее славных парней. И кинотеатры штурмовал как раз американский народ. В 90-м году Стивен Сигал снялся сразу в трех фильмах. Смерти вопреки, отмеченный смертью и во имя справедливости. Выйти первоначально все они должны были тоже в 90-м. Но из-за кучи проблем с во имя справедливости его в итоге перенесли на 91-й. Каноническая косичка появилась у Стивена на его втором фильме. Стал им смерти вопреки. Первоначально лента должна была называться Семилетний шторм. Обыгрывалась фамилия главного героя и нахождение в коме. Под этим названием ленту и рекламировали во многих газетах и журналах того времени. Но когда пришло время выпускать трейлер, студия Warner изменила название на смерти вопреки. Сделано это было для того, чтобы зрителю сразу было понятно, что его ждет зубодробительный боевик, а не какой-то там семилетний шторм. Сценарий фильма, который студия Warner взяла в оборот, написали Рональд Шусетт, Стивен Пресфилд и Стивен Сигал. Но пока дело дошло до съемок, от него мало что осталось. И в итоге в титрах значится лишь некий Стивен МакКей. В титрах, которые идут в финале ленты, упоминание получил и Стивен Сигал. Стивен пытался в качестве режиссера заполучить Крейга Бэксли, который поставил фильмы «Ангел тьмы» и «Боевик Джексон». Эти фильмы актеру нравились, но Бэксли отказал Сигалу. Позднее режиссер признавался, что просто не хотел работать с актером из-за того, что он плохой человек. Звучит это немного странно, ведь это был второй фильм актера, и на первом он не хулиганил. Так что скорее в этом высказывании виновата середина 90-х, когда Стивен уже носил корсет, трогал чужих тетенек и демонстрировал свое айкидо на жене. В общем, карьера актера дала сбой и с разоблачениями вылезли тысячи людей. Тогда-то вылез и Бэксли. Режиссером же «Смерти вопреки» по итогу стал Брюс Мелмотт, которого посадила в кресло студия, проигнорировав возмущение еще не совсем звездного Стивена. Актер был очень недоволен Брюсом Мелмоттом. Стивен считал Мелмотта бездарным и ни на что не способным постановщиком, о чем он неоднократно сообщал во многих интервью. В одном из них Стивен Сигал хвалил Брюса Мелмотта за то, что он хотя бы ходить научился, ведь с его уровнем интеллекта это было воистину невероятное достижение. Скорее всего дело в том, что режиссер первого фильма Стивена Эндрю Дэвис прислушивался к актеру и без проблем подпускал того к монтажному столу. Мелмотт же попросил Стивена не лезть не в свое дело, когда тот предложил ему помочь в монтажной. Недовольна фильмом осталась и Келли Леброк, которая в то время была замужем за Стивеном Сигалом. Она согласилась сниматься в этом фильме только из-за его уговоров. Звезда фильма Ох уж эта наука практически прекратила сниматься в те годы и для смерти вопреки сделала исключение. Позже она будет называть ленту Тяжело смотреть или Тяжело не уснуть, обыгрывая оригинальное название. Досталось картине и на этапе постпродакшена. Дело снова было не в плохих отзывах на тестовых показах. Просто студия Warner очень хотела придать фильму динамики, сделав его что называется супер боевиком. К примеру из фильма вырезали всю линию с похищением сына героя Стивена Сигала. В итоге его сына только хотели похитить. Фильм стал короче почти на 30 минут. Сам Стивен считает, что из-за этого лента многое потеряла и лишилась драматической составляющей. Однако зритель ничего о проблемах ленты не знал или ему в те годы было все равно. Стартовал Стивен с первого места американского проката. Обойдясь в 11 миллионов, смерти вопреки взял 60 миллионов долларов. С учетом инфляции в наши дни это был бы фильм с бюджетом в 20-25 миллионов и кассой в районе 130 миллионов долларов. Первоначально режиссером фильма Снайпер должен был стать Барри Левинсон, ответственный за Человека-дождя и Доброе утро, Вьетнам. Левинсону очень нравился сценарий, особенно его вторая часть. Но побегав вокруг проекта, какое-то время Левинсон ушел, ибо не смог договориться со студией об увеличении бюджета фильма. Вместо Снайпера он поставил ленту Джимми Голливуд, где ему выделили 30 миллионов и которая с треском провалилась в американском прокате. К проекту подтянули перуанского постановщика Луиса Льосо, который вроде как отлично себя показывал в фильмах, снятых в джунглях. Позднее он поработает на специалисте Анаконде. А перед Снайпером он поставил фильм Амазонка в огне с тогда еще никому не нужной Сандрой Буллок. В основу фильма легла история снайпера корпуса морской пехоты США Карлоса Хэткока. Многие считают дуэль Хэткока со снайпером из Национального фронта освобождения Южного Вьетнама мифом или агиткой. Но она реально задокументирована фотографиями, которые сделал наводчик Хэткока Роланд Бёрк. В фильме, естественно, ничего общего с реальными событиями нет. Так что все эти надписи, сообщающие о том, что в основу проекта легли некие реальные события, являются обычными надписями. Просто считается, что фильмы с подобными надписями немедленно становятся более солидными. Многие шутки, промелькнувшие в фильме импровизация актеров. К примеру, Билли Зейн по сценарию должен был, передавая очки партизану, зло сказать «Носи на здоровье». Но вместо этого актер выдал «Чтоб ты ослеп». И импровизировали не только титульные звезды, но и прочие актеры. В скромных показателях фильма в прокате часто обвиняют рекламную кампанию. Особенно сильно критикуют решение американского прокатчика делать из снайпера боевик. Так, например, в американском прокате снайпера преподносили как зубодробительный экшен. И для трейлеров использовали все самые сочные моменты. В мировом же прокате ленту продвигали иначе, как психологическое кино о противостоянии героев Тома Беренджера и Билли Зейна. И на перестрелках акцента совершенно не делали. Но если посмотреть на результаты фильма в американском прокате и мировом, все-таки кажется, что на американцах тактика продвижения работала получше. В Штатах снайпер собрал 19 миллионов долларов, а по остальному миру лишь 3. С бюджетом этого фильма все непросто. Можно встретить цифры в 8 миллионов, а можно в 12. Если бюджет снайпера был 12 миллионов, то здесь очевидный провал. А если 8, то каким-то невероятным успехом такое не назвать, но все-таки фильм явно отбился. И если посмотреть на дальнейшие события, то скорее всего бюджет снайпера все-таки 12 миллионов. Все продолжения ленты выпускали уже прямиком на носителях. Там лента стала внушительной франшизой, насчитывающей 8 фильмов. Правда, если вторую и третью часть посмотреть одним глазом еще можно, то к следующим фильмам франшизы лучше уже не прикасаться. Любопытен момент с главными героями. Так как в 90-х у Билли Зейна и Тома Беренджера с карьерами все было неплохо, они отказывали сниматься в фильме, собранном для видео. Но в нулевых оба покатились под откос, и сперва в продолжение вернулся Беренджер, а спустя какое-то время подтянулся и Билли Зейн. Кикбоксер попал в кинотеатры в 1089 году. Сценарий фильма по рассказу Марка Диссале, который стал режиссером фильма, написал лично бельгиец. Актер правил его даже во время съемок, прислушиваясь к режиссеру и своим друзьям вроде Мишеля Киси, сыгравшего в фильме Тонгпо. Кстати, первоначально Мишель Киси должен был поработать в фильме лишь в качестве консультанта и постановщика Драк. Но актера на роль центрального антагониста долго не могли найти. Тогда Киси пошел к Франсуа и предложил свою кандидатуру. Тот не стал сопротивляться и, поработав с Киси над парой образов, утвердил его на эту роль. Но хотя работы у Киси стало побольше, он все равно был и хореографом на фильме вместе с бельгийцем. Кикбоксер – один из тех фильмов, который взлетевшая карьера Франсуа отжала у Чака Норриса. Именно Норрис должен был играть главную роль и на ранних этапах создания фильм подгоняли под него. Но когда стало очевидно, что бельгиец более выгодное вложение денег, Норрису предложили сниматься где-нибудь в другом месте. Как и во все фильмы в начале своей карьеры, бельгиец притащил очень много собственных идей. Куски мяса и прочей растяжки, которые его заставлял в фильме использовать местный сенсей, вроде как пришли из далекого прошлого Франсуа, когда его подобным образом тренировали большие профессионалы. На своем старте в американском прокате Кикбоксер отметился лучшей наработкой с одного экрана среди всех фильмов широкого проката. Дело в том, что выпустили его лишь на девяти сотнях экранов, хотя все вокруг имели в среднем полторы тысячи кинозалов. Чтобы занять первое место по итогам недели, фильму не хватило всего пары сотен тысяч долларов. Не пустил его на вершину фильм Дядюшка Бак. При бюджете в 2 миллиона долларов в мировом прокате Кикбоксер взял 50 миллионов. В наши дни любой невероятно успешный ужастик лопнул бы от зависти из-за подобных кассовых показателей. Естественно, студия хотела снимать продолжение, но шедшая ко дну Кэнон не могла предложить достаточно денег талантливому актеру. Чтобы было понятно, несмотря на огромный успех Кикбоксера в мире, никто ничего подобного от него не ждал. И Кэнон, всегда распродававшая права на прокат своих фильмов, не требовала за него каких-то больших денег. То есть сама студия на продажах заработала миллионов пять, а все остальные деньги ушли тем, кто купил эти самые права. Так что второй Кикбоксер, попавший в прокат всего через год после выхода первого, уже пытался выехать на Саши Митчеля. И из этого ничего не вышло. Фильм собрал всего полтора миллиона долларов. И все прочие кикбоксеры уже выходили сразу на видео. «Дом у дороги» или «Придорожная закусочная» наверное главный неудачник данной подборки. Неудачник в плане разноса от критиков. Досталось фильму больше, чем всем остальным отмеченным здесь вместе взятым. Заодно он и самый дорогой фильм в подборке. Обошелся он в 17 миллионов долларов. Все из-за Патрика Свейзи, в которого после огромного успеха «Грязных танцев», все стали бросать деньги. По итогу «Дом у дороги» вошел в список сотни худших фильмов Голливуда по версии «Золотой малины». Патрик Свейзи из-за этой ленты отказался от участия сразу в двух больших проектах. Одним из них стал «Танго и кэш», где после его отказа всплыл Курт Рассел. А второй лентой, в которую он отказался сниматься из-за «Дома у дороги» стал «Второй хищник». И если в «Танго и кэш» он мог сняться вместо «Дома у дороги», то «Второй хищник» не исключал наличие дома. Джоэл Сильвер, являвшийся продюсером фильмов «Дом у дороги» и «Хищник 2», долго уговаривал Свейзи сняться в продолжении фантастического боевика Арнольда Шварценеггера. Но Свейзи, получивший несколько травм на съемках «Дома у дороги», все время отказывался, утверждая, что после двух экшен-фильмов подряд он точно останется инвалидом. Свейзи часто в интервью повторял, что столько травм, сколько он получил при работе над «Домом», он больше нигде и никогда не получал. Получилось так во многом из-за самого актера. В те дикие времена актеры часто хотели выполнять все трюки лично. И Свейзи исключением не стал. Подготовившись к фильму под руководством Бенни Уркидеса, актер решил, что теперь его кунг-фу самое сильное. С актером Маршалом Тигом они договорились друг друга не щадить, ведь так явно будет круче. По результатам подобной договоренности Тиг получил несколько выбитых зубов и сотрясение. А Патрик Свейзи сломал два ребра и повредил колено, после чего ему потребовалась операция. Этот эпизод с выяснением, чье кунг-фу сильнее снимали пять дней. После того, как Патрика починили и вернули на площадку, он, выполнив прыжок Веры с лестницы, снова уехал в ближайшую больницу. Но желание Свейзи продемонстрировать удар с разворота не было главной проблемой на съемках, хотя все эти остановки увеличили бюджет фильма. В самом начале съемок за ворота отправилась актриса Аннет Беннинг. Она была подписана на главную женскую роль в этом фильме. Но спустя неделю съемок ее заменили на Келли Линч. Линч в одном из интервью говорила, что Беннинг заменили из-за полностью отсутствующей химии между ней и Патриком Свейзи. Режиссер же утверждает, что наибольшие проблемы при создании фильма вызывали большие толпы фанаток Патрика Свейзи, которые собирались за ограждениями, сигналили проезжая мимо и постоянно пытались прорваться на съемочную площадку. И пока от них по площадке бегал Патрик Свейзи, съемки приходилось останавливать. Ну а когда фильм все-таки досняли и показали тестовой аудитории, все стало еще хуже. Здесь уже зритель оказался не в восторге от увиденного, так что фильм сильно порезали. По словам Сэма Эллиота, первый монтажный вариант Дона у дороги шел более трех часов. На постпродакшене из фильма пропали некоторые герои и полностью вырезали две драки. Эллиот утверждает, что и большая часть его роли осталась на полу в монтажной. Попав на большие экраны в мае 89-го, 17-миллионный Дон у дороги смог в мировом прокате собрать весьма неплохие 62 миллиона долларов. Однако критики его попросту уничтожили. Фильм получил 4 номинации на Золотую малину. Что забавно, ни среди наших зрителей, ни среди американских Дон у дороги не считается таким уж мусором. Для подобной ленты у него и на Западе очень неплохая оценка. А неприятие критиками возможно основано на первоначальном сценарии. Студия United Artists подверглась резкой критике из-за того, что мрачный и суровый сценарий, от которого все ждали мощного триллера, переделали в гораздо более попсовый из-за фанаток актера Патрика Суэйзи. Именно этим фактом многие объясняют разгромные отзывы критиков, которые ждали один фильм, а получили совсем другой. Что еще любопытнее, Дом у дороги один из наиболее часто показываемых фильмов на американском эфирном телевидении. Из-за того, что он всегда собирает отличные рейтинги просмотров. Бен Газара, засветившийся в Доме у дороги, говорит, что этот фильм он, переключая каналы, видит чаще, чем все остальные свои фильмы вместе взятые. Это обстоятельство беспокоит актрису Келли Линч. Дело в том, что она замужем за продюсером Митчем Глейзером, чьим большим другом является Билл Мюррей. И по утверждению актрисы, часто сразу же после того, как Дом у дороги показывают по телевизору, Билл Мюррей берет телефон, набирает ее мужа и всячески издевается над ним, рассказывая о том, что он только что видел, как рядом с его голой женой на крыше лежал какой-то мужик без штанов. В 2006 году к Дому у дороги вышел сиквел. Фильм отправился сразу на видео. Первоначально, правда, студия хотела сделать фильм для проката в кинотеатрах. И на одну из главных ролей звали Патрика Суэйзи. Но прочитав сценарий, Суэйзи сразу отказался. После чего ленту сильно изменили и уменьшив бюджет, отправили на видео. Спасибо за внимание. Оставайтесь на связи.